Добрый день! Сегодня у нас таинственная головоломка, название которой вы уже конечно знаете, если смотрели превьюшку. Но таких у меня 4, они разные. Их мне подарил один из моих зрителей, за что ему спасибо. Сегодня откроем первую, в каком-то из видео я ее уже мельком показывал, но остальные нет. Если вы догадаетесь, что там, пишите свои предположения в комментариях. Сегодня у нас поделка от MF-8 Twins Cube. Такой вот кубик. Коробочки нет, но на картинке можете посмотреть, они такие все однотипные. Головоломка не новая, но у меня ее не было. Это не простая вещь, и такие не покупают в первую очередь. Для сравнения у нас есть тут несколько друзей, будем сравнивать. Но для начала, по внешнему виду можно сказать, что это вращается как 2х2. Такое мы знаем, у коптеров бывает, а это именно коптер. Но как 2х2 не вращается. Вращается как коптер. Вращается как скьюб. Он называется Twins Cube. Или Twins Cubicopter. Но есть подобная головоломка, которая отличается лишь отсутствием вот этого разреза. Здесь целиком. Называется просто скьюбик оптер. Или скьюбик оптер плюс. И легко предположить, что версия, где вот этого разреза нет, она попроще. Но здесь этот разрез есть. И он позволяет поворачивать вот так. И делать вот такие движения. Такой вот джамблинг. Ну где-то мы такое уже видели. Это, естественно, морфо-ауреоло. Отличная головоломка от Limcube. Также вращается как скьюб. Вращается как коптер. И может делать вот так. Ну вот так и не только так. Но это их общие черты. Что же добавилось? А добавились, естественно, уголки. Не только уголки, но еще вот эти вот центральные элементы. Получается, Twins Cube имеет такие же возможности, что ауреола. Но с уголками и с центрами. Остальное очень похоже. Хотя визуально и так и не скажешь. Давайте проследим. Уголок. Нет уголка. Кусок ребра. Кусок ребра. Дальше вот такая вот деталька. Здесь она вот такая. Вот этот кусочек. Аналогичный вот этому. Вот этот кусочек. Аналогичный вот этому. Вот такого кусочка на ауреоле нет. Но зато есть центр. Но остальные элементы аналогичны. То есть добавился уголок. И центральный элемент расчетверенный. Ну, как вы наверное догадываетесь, это хоть и более сложная головоломка не так популярна. Но все дело в ее стабильности. Я сам еще не собирал, но имею представление как это делать. Но посмотрел некие отзывы. Говорят, что вылетают вот эти элементики. Не критично, но такое есть. И вращение возможно будет не такое хорошее, как у ауреолы. Хотя, кто знает. Возможно, все дело в том, сколько раз его собрать. Пока я крутил, у меня ничего ни разу не выпало и не развалилось. Так что пока все хорошо. Ну, надо подождать полный сборок. Смазать их следует. Посмотреть, что будет. Для чего я приготовил обычные корвикоптеры. Ну и корвикоптер плюс. Ну, чтобы показать разницу. Во-первых, если у нас стандартный корвикоптер, здесь нельзя вот так вот одновременно поднять два ребра. Можно, конечно, но с изгибом. Это считается, ну, неправильное движение. Читинг. Я такой при сборке корвикоптера не использую. Здесь же разработчики этот момент учли. Не получается. Наличие уголков нам никак не мешает делать вот такие движения. А значит и решать ситуации с джамблингом какие-то. На ауреоле такое же было. Но для кловера, а это коптер без углов, такая вещь нормальная. То есть на твинсклюбе эту возможность сохранили. И это хорошо. Дальше. Вот мы возьмем обычный коптер. Видим, что здесь все очень похоже. Все похоже вот до центрального момента. Получается вот уголок, уголок, вот большой лепесток, лепесток, ребро. Он тут раздвоенное, тут нет. Все такое же. Но вот эти вот лепестки тут вот отсутствуют. Можно их считать за часть этого лепестка, но на самом деле нет. Есть еще головоломка к корвикоптер плюс. Вот такая вот, очень хорошая. Когда-нибудь про нее тоже расскажу. Ну, отлично вращается, меферц, томзет. Собирал с удовольствием, правда очень давно уже надо вспоминать. Но здесь можно заметить вот такие же центральные элементы. А для чего они нужны? Они нужны для того, чтобы менять центры на углы и наоборот. В обычной бабочке мы можем сделать джамблинг. Такой вот. И получить что-то вот такое. Ну или вот такое вот. И дальше у нас здесь движение блокируется. Если мы возьмем корвикоптер плюс, то мы сделаем то же самое. Вот так. Такая же ситуация. Но здесь, из-за вот этих центральных элементов, мы можем делать еще поворот. И можем поменять центр с углом. Вот угол сейчас стоит на месте центра. А центр на месте угла. И это нормальное явление в корвикоптер плюс. Я всякое там хитрое выводил в этой головоломке. Надо будет поспоминать, конечно. И уже в скором времени в этом году делать обучалки по бабочке и остальным. Ну и естественно, такая же особенность есть и у твинс скьюба. Мы попробуем сделать джамблинг. Джамблинг. Вот так вот чуть подальше поворачиваем. Можно установить его так и вращать как скьюб. А если чуть подальше, вот этот разрез с этим совпадал, то будем джамблить как коптер. Давайте не так. Более агрессивные. Вот так. Мы сделали похожую ситуацию как на бабочки. И опять продолжаем вращение. И вот у нас центральный элемент куда-то пошел. И мы меняем центр с углом. Центр стоит на месте угла. Угл на месте центра. Вот такого у морфа ауреолы нет. Главное теперь обратно вернуть, чтобы оно действительно не развалилось. То есть вот эти центральные, они все-таки цепляются. Что-то не докручено. Вот так. Ну и должны сохраняться, наверное, всякие фишки с ауреолы. То есть мы как-нибудь повернем. Вот так вот сдвинем. И в таком положении должно еще что-то вращаться. Да? Вращается. Так же можно попробовать без поворота. Сдвинуть как скьюб. Вот до такого положения. И здесь повернуть. Поворачивается. А дальше мы наверняка еще вот так вот можем повернуть. Интересно. Еще вот так вот. Вот у нас целый блок вот такой поменялся. Ну это вот на первый взгляд, что я здесь вижу. Как можно делать. Ну и конечно замешивать с джамблингом можно тут, наверное, до безобразия. Не было бы вот этих разрезов, конечно, граница бы была. Ну а так. Давайте попробуем что-то изобразить. Повернем вот так вот. Это тоже вращается, наверное. Да. Дальше можно вот так вот повернуть. Еще вот так вот. Но, как и у Орелы, есть здесь физические ограничения. Можно такого наджамблить. Кажется так. И вот так. Да. Главное следить, чтобы вот эта вот прорезь была прямолинейной. Попробую смоделировать что-нибудь. Ну, к примеру, вот. Конечно, случай грубый. Вот идет линия. Дальше идет линия. А здесь она на излом. Попробуем так покрутить. У нас вот здесь вот вроде как что-то движется, а здесь уже не может. Но есть более близкие положения, такие, где можно принять, что это прямая линия. Поэтому надо быть поаккуратнее и не сломать. Потому что движения некоторые возможны. А ломать не надо. Несмотря на то, что это более сложная головоломка и скьюбикоптер полегче, я, наверное, скьюбикоптер со временем тоже приобрету. Ну, так как все-таки интересно собирать и такое, и другое. Много лет назад уже это было придумано, но цветной пластик, кажется, было чуть позже. А и в цветном пластике головоломка имеет право на существование. И можно ее часто собирать, не опасаясь за утрату стикеров, не боясь, что они испортятся. Еще раз предупрежу, что такие головоломки не стоит упать, если у вас слабый опыт знакомства с коптерами, со скьюбами. Можно, конечно, как скьюб просто собирать. Но если вы собирали трешку-двушку-пирамидку, то такие и такие собирать явно не стоит так сразу. Лучше подождать. Хотя ту же Ауреолу можно собрать по большей части интуитивно. Но интуитивно, если, конечно, есть большой опыт в подобных головоломках. Я собрал без всяких обучающих видео, и многие на это тоже способны, уже кто-то и позаписывал. Когда-нибудь и я тоже сделаю, остается разобраться только с перемешиванием. Ну, будут они разбираться, видимо, уже вместе. Не обещаю в скором времени, но когда-нибудь это случится. А так, MF-8, Twins Cube. Сложная и интересная головоломка. В цветном пластике, глянцевом, кстати. И она явно непроста. На картинках я смотрел. У Twins Cube здесь наклеечка со скьюбом. У скьюбикоптера с простым кубиком. Не знаю почему, они оба вращаются как скьюб, но в моей версии эта наклейка утрачена. Приехала ко мне уже без нее, видимо, держится не очень. А так, это оригинальный MF-8. Тут это видно. Twins Cube. Если чего-то не рассказал, а вы знаете, пишите в комментариях. Буду благодарен. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Продолжение следует.